Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела я самый последний видосик их. Мукбанг накормила мужа мясом. У меня большие планы. На него вечером я всегда права. Таиланд, Паттайя. Короче, ребят, решила сделать небольшой обзор. Ну, чтобы не оставлять вас без обзора, чтобы вы могли высказаться в комментариях и высказать своё мнение, и чтобы пиратке было чё почитать. Хотя хватает ей чё там читать, но всё же добавим ей. В общем, чё, сидят они в кафешке. В Дешманском, опять же, в каком-то кафе. И что они там заказали? Совсем чуточку картошечки фри и малюсенькую шаурму. Да, всё празднуют и празднуют. И что Нина сказала? Сейчас, говорит, накормлю мужа мясом, и якобы он подобреет и лезет тут же целоваться. Бедный Вовка, ему досталось. Ему в этот день досталось, и всё лезет и лезет, лезет и лезет. Ну, видно же, как он брезгует своей женой. Вот я говорю, и в прошлый раз говорила о том, что у них любовь за жрачку. И, собственно, Нина сама же подтверждает это. Сейчас, говорит, мужа мясом покормлю, и он подобреет. Офигеть! Нин, ты мало его покормила, совсем мало. Надо накормить от пуза. Хотя, кто его знает, может, он у тебя ненасытный и слишком дорого он тебе обойдется для того, чтобы у тебя планы были там огроменные на вечер. Хотя, Вовка, бедный, в магазине сказал, что никаких планов и быть не может. А вообще, ребят, скажите, вот какие планы могут быть? Он убегает от неё вперёд, она ползёт сама за ним, и он прям на расстоянии 30 метров точно от неё, где-то далеко-далеко, и она только снимает его вдалеке. Ну, может, не 30 метров, это я уже переборщила, но метров точно 7-10 от неё он находится. Он постоянно бежит впереди. Такое чувство, как будто, ну, что, типа, я тебя не знаю, ты не со мной. Ну, как будто он стыдится её, что ли. В общем, ну что, татуировки уже повытирались. На Фовкиных волосатых ногах там ничего не удержится. Ну, и на Нинкиной руке тоже ничего не осталось. Да. На море были, купались, всё там отмокло, всё там отлипло, хотя как они там купались? Они стояли, видосы пилили, и Фовка там на других женщин заглядывался. А Нино всё показывала нам свои красоты, какая она шикарная женщина, какая она красивая. Короче, вывали 600 бат просто так. А как визжали, а как радовались, а как Нина Фофоньку хвалила, прям какой мачо. Ой, прям какой мужчина, прям какой мужчина с татухой на ноге. Я думала, крест там якорь. Короче, дальше они же попёрлись ещё якобы в массажку. Хотя, на самом деле, я не верю, что они ходят в какие-то там массажки. Я думаю, что они никуда там не ходят. Сели что-то, посидели, встали и ушли. Ну, и дальше. Дальше в один магазин зашли в поисках чая. Слышали, что Нина сказала, да, любимому мужу, на которого у неё такие планы на ночь. Фофа, не грызи ногти. Ребят, я смеялась в голос. Мало того, что он козявки ест, так он ещё и ногти грызёт. Ну, про ушную серу я уже умолчу, да. Про то, что там рабочий ручной экспандер. Всегда экспандер не поправлять. И тут ещё ноготочки грызёт. Она ему сказала, а я смотрю, он ходит между этих прилавков и что-то грызёт, грызёт. Видать, ноготочек отгрыз и перебирал его зубками. Фу, ребят, я как глянула на него. Меня чуть не вырвало прямиком на мой телефон. Это просто ужас. И вот скажите, какие планы могут быть на такого мужика, который грызёт свои ногти, жрёт козявки, жрёт ушную серу, постоянно ручки у него не на месте. То под столом они что-то там щупают, то между ножек что-то там щупают. Причём всё это в видосах. И потом Нина будет говорить, что всё рассматривают, прям извращенцы. А шо ж ты показываешь всё это безобразие? Шо ж ты показываешь и позоришь муженька своего? То в мокрых труселях, то рабочий ручной экспандер, то бобра засветишь и кричишь всё какие-то все озабоченные. Нинка, Нинка, в первую очередь, похоже, у вас там есть что-то такое. Проходят мимо цветочков. Ой, меня, говорит Нина, дома цветочки. Да, Фуфонька. Фуфонька подарил, да. Он пожертвовал деньгами. Потом, значит, стоят, что-то они там кальмары хотели купить. И считают, сколько они денег потратили. Сколько там прожрали, сколько там прожрали, сколько проехали. Сколько это денег они потратили. А шо случилось? Вы же успешные. Вы же считаете, шо вам все завидуют. А вы стоите и за копейку прям трясётесь. Шо такого случилось? Шо такого произошло? Ты ж кричала, Нина, шо ты всё можешь себе позволить. А оказывается, ты позволить себе ничего не можешь. Только вот ты можешь позволить накормить муженька, дабы добрее был и не вякал. Но бедный Вовонька в магазине так отнекивался, так отнекивался. Да, планы у Нины были. Нина раскричалась, что надо отрабатывать. Я же не просто так тебя кормлю. Да, как я и говорила. Да, отрабатывать приходится бедному Вовоньке, поэтому она его кормит. И потом отработка. Вы представьте, ву жизнь. И этому мы завидуем. Это значит, надо тащить мужика на своей шее, кормить его, одевать, поить. Для того, чтобы... Короче, я лучше промолчу. Ву жизнь. Ребят, надо кормить, поить, одевать. Для того, чтобы он потом свой долг супружеский выполнял. Пипец, во дела, Нинок, во тебе подфартило. Во, муженька ты себе нашла. И опять будешь говорить, что мы тебе завидуем. Обзавидовались. Всю жизнь мечтали найти себе таких мужиков, тащить на своей шее, кормить, поить и одевать, а потом чего-то по ночам ждать. Авось прокатит. Ну и дальше, набрав ещё жрачки, Нина попрощалась и сказала, что они будут праздновать без нас. Ой, я так обрадовалась, так обрадовалась. Нам не хватало ещё чего-нибудь показать, чтобы мы вообще в обморок попадали. Нам и так уже хватило всего, что они нам за всё время показали. Ну а последнее хватило нам и правда, ребят, бобра. До сих пор народ отойти не может. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.